Дорогие друзья, братья и сестры, вас всех приветствую, мир вам! Знаете, если читать книгу Библии с самого начала, книгу Бытие, будет достаточно дойти до 14 главы, чтобы обратить внимание на одну из ключевых тем этой книги, книги Бытие. Библия показывает цивилизацию или культуру, которая особенно гордилась своими великолепными городами. Можно вспомнить два таких города, город Вавилон и город Ур. И вот книга Бытие дает очень подробное описание Вавилона, где люди под предводительством Немрода начали строить город и башню в этом городе высотой до небес. И строили с целью сделать себе имя. А вот Ур – это родина Авраама, город, где вырос Авраама. Ур, в свою очередь, был городом, где процветало идолопоклонство. И вот на фоне повествования вот таких городов Бог обращается к Аврааму с призывом «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И вот так вот начинается путешествие Авраама. И дело не в том, друзья и братья-сёстры, что вот Бог против городов. А напротив, Бог очень заинтересован в городах. И Библия, ну в принципе, в некотором смысле, это история двух городов. История города Вавилон и история города Иерусалим. И дело не в том, в каком городе вы живёте. И дело не в том, что нужно выйти из города. А вот вопрос в другом. А для какого города вы живёте? Ну почему я напоминаю о городах? В нашем изучении жизни патриарха Авраама мы подошли к повествованию ещё об одном городе. Я приглашаю вас вместе со мной проследить чтение священного писания книга Бытие. Мы прочитаем вот заключитель несколько стихов 14 главы. Книга Бытие, 14 глава, мы будем читать 17 стиха. Когда он, говорится об Аврааме, возвращался после поражения Кедрла Амера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил Авраама и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, пусть возьмут свою долю. Друзья, я прошу вас представить себе Авраама, который вырос в этой цивилизации, в культуре, которая особенно гордилась своими великолепными городами. Но было ли такое у Авраама, чтобы он задумывался об устройстве городов? Он вырос в городе, может быть, еще какие-то города встречал. Вот было ли у него такое, что он задумывался о том, как устроены города, вот обращая внимание на жизнь людей в городах? Может быть, он замечал какие-то проблемы городского правления в попытках сохранить мир? А может быть, он уже начал думать о том, а если и есть идеальный город, то каким городом должен быть идеальный город? Дело в том, друзья, что Авраам встречает Милхиседека. Мы с вами прочитали, что это царь города Салим. И вот новозаветное послание к евреям обращает внимание, наше внимание, назначение имени Милхиседек. То есть это праведник, царь праведности или мой царь праведный. И название города, которым он правил, Салим, означает мир. Итак, Авраам встречает праведного царя, который правит в городе мира. Авраам встречает праведного царя, который правит в городе мира. И давайте не будем забывать, друзья, а что вот сам Аврам или жизнь Аврама – это поиск. Новый Завет снова открывает нам и говорит, что это поиск города, города с фундаментом, строителем и создателем которого был вот сам Бог. И вот поэтому встреча с Милхиседеком была, ну, как бы, может быть, указанием от Бога, что в своих поисках Аврам продвинулся еще на один шаг вперед. Ну вот Милхиседек, друзья, мы видим по повествованию, был очень важной фигурой. Между прочим, первый человек в Священном Писании, первый человек в Библии, которого Библия называет священником. А вот священник – это посредник, который занимается священными делами от имени других. И хронологически, друзья, давайте положим это в наш разум, в наше сердце, хронологически священник Милхиседек, он надолго опереждает израильское левицкое священство, которое будет учреждено намного позже, будет учреждено во времена Моисея по Божьей милости. Итак, 18 стих. Милхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Смотрите, друзья, он был священник Бога Всевышнего. Вот священник Бога Всевышнего. И Аврам, между прочим, и Милхиседек говорят, что если и есть Бог, они называют Его, это Бог Всевышний. И смотрите, владыка неба и земли. Владыка значит обладатель. То есть Ему принадлежит и небо, и земля. Другими словами, оба этих человека утверждают, что существует только один Бог. Оба этих человека утверждают, что других богов нет, идолов нет. И в повествании книг бытия, друзья, у нас теперь появляется два человека, которые независимо друг от друга пришли к вере в одного истинного Бога. Два человека, которые независимо друг от друга пришли к вере в Бога, который есть владыка неба и земли. Ну для чего я это говорю, друзья? А теперь подумайте о том, какой была эта встреча. Встреча Милхиседека и встреча Аврама. Ведь Аврам вышел из Ура, из города, где поклонялись идолам, и вот он встречает человека близкого, поверь. Это было общение двух братьев. И можно предположить, что вот это вот хлеб и вино, друзья, это не были просто закуски. То есть это было настоящее вот общение людей. И я думаю, им очень было много, о чем поделиться друг с другом, вот о чем поговорить. Вы знаете, как и в случае со многими другими местами, еще на Писание, ну вот читая эту историю, нам, конечно, очень хотелось бы иметь немножко больше информации. Дело в том, что вот на основании только вот книги Бытие трудно судить вот о чем-то вот большем, что я сказал. Однако вот интересно, что Милхиседек, он еще раз упоминается в книгах Ветхого Завета, и на этот раз его будет, о нем будет говорить уже царь Давид. В одном из самых известных псалмов, это 109-й псалом, друзья, вот два стиха обратим внимание, а первый и четвертый стих, 109-й псалом, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Милхиседека». Знаете, вот до этого момента, до момента 109-го псалма, в Священном Писании вот единственным, но чином, или вот порядком священников, было левицкое священство, которое было учреждено Моисеем. И вот у нас вопрос, друзья, так о чем же говорит Давид, когда ссылается на другой и вот более древний порядок священства? И что еще важнее, друзья, кому относились слова Давида? «Сказал Господь Господу моему». И действительно, друзья, смысл этого псалма, он оставался неясным и неопределенным до тех пор, пока его не объяснил Христос. Я напомню эту евангельскую историю, друзья, когда собрались фарисеи, и вот уже не они к нему обратились с вопросом, а Христос спрашивал фарисеев. Это Евангелие от Матфея, 22 глава 41 стиха. Вот он спрашивает фарисеев, «Что вы думаете о Христе, друзья?» Послушайте эти вопросы. Вот его вопрос. «Чей он сын?» Ему отвечают и говорят, «Он сын Давида». И Господь дальше продолжает говорить им, «А почему Давид?» По вдохновению называет его Господом, когда говорит и цитирует этот 109-й Псалом, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих подножья ног твоих». И вот снова вопрос. Итак, если Давид называет его Господом, как он может быть сыном ему? Никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто не смел спрашивать его. То есть логика, она очень убедительна. Логика рассуждений Господу очень убедительна. И Христос добился от фарисеев ответа на несколько вопросов. Да, они ответили, «Мессия – это потомок Давида». Они сказали, «Сын Давида». И говоря о Мессии, Давид называет его Господом. И поэтому Христос спрашивает, «Хорошо, а как Давид мог назвать Мессию своего сына своим Господом?» Знаете, это противоречило бы всем иудейским представлениям о приоритетах в семье и вот о ранге в семье. И вот на ранг Мессии, друзья, на положение Мессии указывает это вот приглашение от Бога 109-го псалма. То есть именно Мессии Господь сказал, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Ну вот «сиди одесную» в русском языке, это немножко старое слово, если вы читаете эти библейские стихи на английском языке, там написано «с правой стороны от Бога». Сидеть с правой стороны от Бога, друзья, вот мы сегодня читали 14 главу Евангелия от Марка. Вы помните, друзья, вот этот разговор о первосвященнике, да? А когда искали свидетелей и не было достаточно свидетелей, чтобы обвинить чем-то Христа, и он напрямую его спрашивает, «Ну скажи, ты ли сын Бога благословенного?» Он говорит «да». И Христос сказал, что «сегодня вы увидите сына человечества, который сядет с правой стороны от славы Бога». То есть Христос процитировал вот это 109-е псалма, отнес его к себе. Друзья, вы помните, что сделал первосвященник? Разорвал одежду и говорит, это богохульство. То есть они прекрасно понимали, что сидеть с правой стороны от Бога может только Бог. То есть человеку там места нет. А Христос вот отнес это к себе. То есть вот как понималась вот эта вот фраза «сидеть с правой стороны от Бога». Друзья, кто бы ни был Милхиседек вот в историческом плане, вот в книге Бытие, несмотря на вот краткость записи Бытия, о его встрече с Авраамом, друзья, он имеет ключевое значение в более широком библейском повествовании. Знаете, друзья, я помню, когда вот нас учили проповедовать, и были такие вот очень простые, мне они показались очень ценными вещами, я их запомнил, и стараюсь это применять. Вы знаете, вот есть проповеднику, когда что он не должен делать. То есть вот по-английски говорят «ноу-ноу» для проповедника. Нет-нет, то есть не вздумай этого делать. И первое нас учили и говорили, что вот когда вы открываете Библию, и вы готовы процитировать библейский текст, никогда не говорите слушателям, что этот текст вы знаете. Это первое «нет-нет» для проповедника. То есть никогда не говори слушателям, что я буду читать библейский текст, которому вы знакомы. И второе «нет-нет» для проповедника, друзья, никогда не говори о библейском тексте, что он сложный. Знаете, почему все это происходит, друзья? Дело в том, что одна из самых важных вещей, которая должна произойти во время проповеди, и может произойти во время проповеди, то есть у человека, у слушателя, должно появиться желание читать Библию самому. И вот читать Библию, вот этот подход к Библии, он не может быть таким, что я ее знаю. И подход к Библии не может быть таким, что она очень сложная для меня. То есть наоборот, друзья, вот послушав проповедника, то есть мы должны с вами подойти к Библии вот с таким пониманием и желанием, я хочу читать эту книгу, я могу ее понять. Но почему я говорю, друзья, вот большой-большой отрывок, хочу обратить ваше внимание, из послания к евре. И вот, ну, его нелегко читать, друзья, нелегко проследить аргумент Авраама, друзья, простите, Павла. Но давайте мы с вами попробуем пройти. Итак, более широкое библейское поискование, которое касается именно Милхиседека. Прошу вас открыть послание к евре. Мы будем читать 6 глава, последний стих и 7 глава. Последние два стиха 6 главы и несколько стихов из 7 главы. Итак, Павел пишет о надежде. Ну, начинается в нашей русской Библии со слова «которая», да, ну, вместо «которая» поставьте слово «надежда». Надежда для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейший зазовес, куда пред течью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Милхиседека. Вот, друзья, вот послание к евреям, где снова встречается чин Милхиседек. То есть у нас с вами была книга Бытье, у нас с вами была книга Псалмов и теперь книга Послания к евреям, да. И вот рассуждение апостола Павла. Первосвященником вошел Христос во внутреннюю зазовесу по чину Милхиседека. И вот он начинает рассказывать о Милхиседеке. Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, то, о чем мы с вами читали в книге Бытье, тот, который встретил Авраама, благословил его возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь праведности, и потом царь Салима, то есть царь мира. Вот посмотрите, друзья, без отца, без матери, без родословия, не имеющий начала дня, и не конца жизни, уподобляя Сыну Божью, пребывает священником навсегда. Хорошо? Здесь ссылка на 109-й псалом. И Христос назван первосвященником по чину Милхиседека. Итак, еще раз напомню, друзья, что в библейском повествании есть два священческих чина. Чин Аарона, или порядок Аарона и Леви, учрежденный в книге Исход. То есть это были священники, которые отвечали за поклонение и служение Израиля в Скинии и потом в храме. И предшествующий им чин или порядок Милхиседека. Ну, по-английски написано слово order. То есть порядок или чин по Милхиседеку. В книге Бытия не упоминается, друзья, что Милхиседек был основателем священческого чина. Так что же это за странный чин Милхиседека? И послание к евреям объясняет его следующим образом. Третий стих, друзья, седьмой главы. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий начала дня и ни конца жизни, уподобляя Сыну Божью, пребывает священником навсегда. То есть не просто понять, да, друзья, то есть мы должны что-то, ну, с вами, какой-то сделать вывод, да, что имеет в виду апостол, когда пишет вот эти вот слова, что у него не было отца, не было матери, не было родословия, да, друзья. Друзья, и вот, ну, я сошлюсь на то, что я читал, и очень многие, ну, давайте скажем, ученые люди, которые изучают Библию, друзья, они вот говорят, что лучше всего, да, вот понимать этот стих библейский в контексте книги Бытия. Контекст книги Бытия следующий, хорошо? В книге Бытия, друзья, книга Бытия – это книга, в которой все, ну, выдающиеся личности, они, во-первых, имеют родословие, а дальше описана их смерть и указан возраст на момент смерти. Однако, вот такая важная фигура, как Милхиседек, друзья, вот таких подробностей не приводится. То есть это очень, ну, как поразительное упущение, которое сделал автор книги Бытия. И вот как это нужно объяснить, как можем мы с вами объяснить это? Ну, конечно, друзья, что не нужно мыслить буквально, что вот у Милхиседека на самом деле не было ни отца, ни матери. Я думаю, предполагаю, друзья, что в свете сказанного в послании к евреям. Кажется, да, друзья, что вот книга Бытия, она намеренно не упоминает о родителях Милхиседека, а не фиксирует ни начало, ни конца жизни Милхиседека. То есть основа вопрос, друзья, вот какой смысл в том, чтобы это все сокрыть в книге Бытия? То есть не показать в родословии, не показать ни начало, ни конец жизни, то есть не похож на других библейских героев. Хорошо, вот насколько можно судить по Писанию? Друзья, посмотрите, что происходит именно в самом контексте. Милхиседек внезапно появляется, когда его служение было особенно необходимо Аврааму. Еще раз повторю, Милхиседек внезапно, ниоткуда появляется, и появляется именно в тот момент, когда его служение, как священника, ну просто было необходимо Аврааму. Хорошо? И затем он исчезает. Давайте вспомним, вот где находится Авраам, что это за встреча с Милхиседеком, а что это за встреча с Милхиседеком. То есть вот динамика событий, друзья, то есть того, что происходит, все происходит очень быстро. И поискование показывает нам царя Содома, который направляется на встречу с Авраамом. Хорошо? Это очень интересно учитывать. То есть есть Авраам, который возвращается после победы. И вот Библия говорит, что ему идет навстречу царь Содом. Авраам не знает, что к нему направляется царь Содом. То есть вполне возможно, вот представьте своего Авраама, что же теперь будет? Да, победа есть. Да, вот люди, которых он готов возвратить, но он понимал, что встреча с царем Содома, она неизбежна. То есть что ждать после встречи с царем Содома, друзья? Именно вот на этом перекрестке, друзья, когда, ну, ничего неизвестно, приходит Милхиседек. Неоткуда. Неоткуда приходит Милхиседек. Итак, для Авраама результат вот встречи с царем Содома, он абсолютно непредсказуем. И мы понимаем, что, может быть, он переживал и так далее, друзья. Вот именно на перекрестке Авраама перехватывает таинственная царственная фигура Милхиседек. И теперь посмотрите, друзья, Павел пишет послание к евреям. Предположительно, друзья, он пишет людям, которые находятся в сомнениях. Люди, которые обратились ко Христу, а теперь находятся в сомнениях. И они не знают, как поступить. Тоже на перекрестке, друзья. Не знают, как поступить. Вот вернуться ли в иудейство или продолжать идти с Иисусом Христом. И, друзья, вот Милхиседек, то есть Павел, как бы вот, вот Библия-то, она в сердце, она в разуме. И он обращается к людям, которые хорошо знают эту Библию. И он вот видит эту фигуру, говорит, Милхиседек. Друзья, это модель, это мысленная модель для апостола Павла. Это прототип, друзья, помочь нам с вами понять, в чем заключается служение Иисуса Христа. Друзья, мы часто говорим о служении Иисуса Христа неверующим людям. Мы так переживаем, да, друзья, что вот неверующий человек, если придет в собрание, чтобы Христос послужил ему. И параллельно, друзья, может быть, не учитываем, ну не хочу сказать, забываем, друзья, о том, что Иисус Христос служит спасенным. Иисус Христос служит спасенным. И сегодня я смелюсь сказать, друзья, что благодаря Господу, слава Богу, в нашем зале больше спасенных людей, чем мне. Иногда кажется, знаете, когда вот уделяют внимание, ну, людям не спасенным, я понимаю, все это нужно, но мы не учитываем, друзья, как нужен Господь сегодня спасенным людям. Как нужно сегодня служение Иисуса Христа людям, которые уже спасены. Люди, которые идут с Господом, идут по вере. И Павел пишет послание к евреям таким людям. Послание к евреям именно таким людям. А люди, которые сомневаются. Смотрите, вот его слова, 7 глава, 25 стих. Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Почему? Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Вот служение Иисуса Христа по отношению к спасенным людям, друзья, ходатайствует за нас. Именно об этом сегодня я хочу оставить для вас несколько мыслей. Другими словами, друзья, вот чин Милхиседека как священника отличается от чина Левия. И отличается тем, что в последнем в чине Левия были тысячи священников, друзья. В первом чине Милхиседека только два. У нас есть изначальный Милхиседек и Господь Иисус Христос, Мессия. Я уверен, друзья, что многие из нас сталкивались с принятием какого-то ответственного решения. Имели опыт, да, друзья, когда вот тоже на перекрестке вы находитесь, да, и вот кто-то приходит, вот становится рядом и дает вам важный совет. Но согласитесь, чаще, наверное, происходит обратное. Вы на перекрестке, да, друзья, и вам очень хочется, чтобы кто-то появился, но его нет. Может быть, вы вспоминаете маму, папу, которые там давно ушли, и говорите, как бы я хотел, чтобы сейчас там со мной рядом оказался отец, и он, чтобы мне что-то сказал. Или друг, или так далее, друзья. А вы знаете, вот именно об этом говорит апостол Павел, что Христос может всегда спасать приходящих через него Бог, потому что он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Друзья, Милхиседек, он внезапно появился и оказал вот эту благовременную помощь Авраам. И именно после встречи вот со священником, друзья, Авраама вдруг появилась эта мудрость. Друзья, согласитесь, это все-таки тоже перекресток, да. Вот мы с вами говорили в прошлый раз, да, вот царь Содома приходит к нему и говорит, мы пытались, это трудно разобраться, это его приказ или его такой просто разговор, когда он говорит, хорошо, вот людей я заберу, имение я дарю тебе. То есть возможность стать богатым. Хорошо? И вот этот перекресток, друзья, как поступить? Хорошо, вот это большой вопрос, согласитесь, да, вот Аврааму принять решение на данный момент, он ничего не знал об этой встрече. И вполне возможно, что вот эта вот встреча с братом по вере, с Милхисидейком, священником от Бога, как-то вразумил его, дал ему мудрость, да, Авраам, не вздумай, не вздумай даже, вот, ну, простите, шнурка брать от этого человека, а чтобы ты не был похож позже на лот. То есть, друзья, вот что делает Христос сегодня для нас с вами, когда мы находимся на этом перекрестке. Ну, давайте еще немножко прочитаем из послания к евреям, 7 глава 4 стиха. Вот, пожалуйста, о положении Милхисидека. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых. Но сей, он говорит о Милхисидеке, не пришедший от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имеющего обетование. Без всякого же прикословия меньшее благословляется больше. И здесь десятины берут человеке смертное, там имеющее себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Леви, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца своего Милхисидека, когда Милхисидек встретил его. Друзья, вот для нас с нашим менталитетом, наверное, очень сложно читать те слова, когда Павел говорит, что Леви был в чреслах отца своего и тоже дал десятину. То есть для нас это какой-то абсурд. Вот, знаете, интересно, опять снова читал, что все-таки вот еврейский менталитет, он очень хорошо это понимал. То есть для них никакого абсурда нет. То есть это нормально. А вы знаете, вот основание того или доказательство того, что священство Милхисидека превосходит более позднее священство Леви. Это важно, друзья, потому что именно священство Леви, оно казалось неполноценным. Это одиннадцатый стих, это седьмой главы послания к евреям. Итак, если бы совершенство достигалось посредством львицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то как была бы еще нужда восставать иному священнику по чину Милхисидека, а не по чину Аарона именоваться? Ну, согласитесь, друзья, вот для нас опять вот, ну, не так легко вот уловить и проследить мысли апостола Павла. Вот давайте мы вместе попробуем представить себе людей, которым он пишет, так? Вот представьте себе, что вы иудей. И вот все, что вы знаете о Боге, оно связано именно с левицкой системой священства. То есть вы не можете себе представить жизнь, вот ваш, как верующий у себя, как верующего человека, без храма, без священников. Вы не можете для себя этого представить. То есть это не просто вот ваша семья, друзья, это столетие истории вашего народа. И вдруг появляются христиане, да, которые говорят о том. Христианам трудно понять, друзья, насколько революционным показалось иудеям вот предложение о том, что вводится новое священство. После там столетия знакомства с Богом посредством именно левитов. И должно быть, что когда вот христианские апостолы заявляли об этом, это действительно казалось шокирующим, неприемлемым, и может быть даже казалось оскорблением одного из основных вот, ну, верований вот иудейского народа. Как такое изменение могло быть законным, да, друзья, не говоря уже о правильности. И вот поэтому, ну вот когда вы читаете послание к евреям, вы замечаете, насколько, насколько, знаете, подробно, да, Павел, то есть, ведет эту мысль, то есть, ему нужно доказать, а ему нужно показать, что вот именно священство леви, оно было заменено, заменено на чин, помил, священство помил, христианство, которое предшествовало леви. Ну, как хороший проповедник, друзья, вот тоже учиться интересно от послания к евреям, посмотрите, пожалуйста, восьмая глава, первый стих. То есть, он пишет, 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 а потом, как хороший проповедник, он выделяет и говорит, главное в том, о чем говорим. И вот его вывод, друзья, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Есть священодействитель, святилище, искини истиной, которую воздвиг Господь нечего. Ну, друзья, поскольку мы посланники евреям, позвольте, обращу ваше внимание на вот этот второй стих, да, что Христос назван священодействователем. Ну, вот говоря нашим языком, друзья, руководитель поклонения, worship leader, вот это значение слова священодействователь. То есть, Христос – это тот, кто руководит поклонением. Ну, еще раз так вот забегая вперед, у меня есть желание как-то посвятить вот именно проповедь вот этим двум стихам о Христе, который является вот руководителем поклонения. Это очень интересно, друзья, а дальше будет апостол Павел писать, что нас кто-то поведет в этом поклонении, да, и приведет в настоящее святилище. То есть, друзья, Христос посещает богослужения. Он посещает, ну, все богослужения, где собирается церковь. И посещает для того, чтобы ввести, ввести нас с вами, вот ввести нас с вами в поклонение Богу. То есть, это его служение. А вот тут написано, он священодействователь святилища, искини истины, которую возник Господь, не человек. Ну, а теперь вот несколько, друзья, вот таких вот мыслей именно о том, каким было могло быть, ну, практическое последствие того, что говорит апостол Павел. Послание к евреям, посмотрим, потом вернемся к книге Бытие. Итак, люди, которым он пишет, друзья, верующие из иудейского народа, которые стали христианами. Знаете, оно было написано вот этим верующим христиан иудейского происхождения, которые испытывали растущее давление со стороны иудейских властей. Хорошо? А верующих христиан иудейского происхождения, друзья, ну, вот буквально заставляли отказаться от кощунственного утверждения, что Иисус – это Мессия, что Иисус – это Сын Божий, и их принуждали вернуться к старым иудейским устройствам и священствам. Между прочим, друзья, это давление обернулось страшными последствиями. Я прочитаю 10 главу послания к евреям с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, друзья, то есть вот вы только обратились к Господу, что произошло? Выдержали великий подвиг страданий». Павел говорит, «Вы выстояли в поединке, вы вынесли страдания, то сами среди поношений, скорбей, служа зрелищем». Друзья, служить зрелищем – это значит, вас выставили на посмешище для других. То есть над вами смеялись, на вас показывали пальцами, то принимая участие в других, находящихся в таким же состоянии. «Ибо вы и сами узом моим сострадали». Посмотрите, друзья, «и расхищение вашего имения вы приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». И вот призыв апостола. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не теряйте мужество, друзья, оно принесет великую награду». Итак, Павел призывает этих осажденных христиан твердо стоять в своей вере в Иисуса Христа как Мессию, Божьего Сына. Им пришлось столкнуться с чем-то, друзья, очень похожим на Авраам. У них, как у Авраама, друзья, стоял выбор между материальными благами и Христом. Когда царь Содома предложил Аврааму богатство, то есть это был выбор между Христом и между материальными благами. У него была возможность стать богатым человеком, еще больше обогатиться. Но то же самое переживали верующие, о котором пишет апостол Павел в послании к евреям. И вот эти верующие, они показали стойкость, сохранили веру в Господа как Мессию. Но вот это давление, оно сильно увеличивалось, то есть явно усилилось, и Павел снова призывает их быть уверенными. Ведь им, как и Авраам, обещана вечная награда. Хорошо. А главное в том, друзья, о чем мы говорим, да, что существовал и существует сегодня превосходный ресурс, помогающий нам удержать веру в Господа. Вот почему Павел говорит о Милхиседеке, то есть приводит в пример вот эту историю жизни Авраама. То есть, друзья, сегодня для верующего человека доступно служение Иисуса Христа, как того, который ходатайствует за нас. Как того, который может помочь верующему человеку в любое время, в любой ситуации. Может помочь правильно найти выход. Я думаю, все-таки, друзья, вот когда мы с вами, ну, видим мир, в котором мы с вами живем, и понимаем, как нелегко разобраться в том, что происходит, и, знаете, еще больше начинаешь переживать о своей вере. Вот Бог дал столько-то лет жизни, да, верующим человеком, членом церкви. И вот такой большой-большой вопрос, а что будет завтра? Дело в том, что вот такая особенность нашего времени в том, друзья, вы знаете, вот можете согласиться, наверное, что вот были вещи, которые для нас было трудно представить. И особенность нашего времени в том, друзья, что вещи, которые нам было трудно представить, друзья, они точно произойдут. Вы понимаете? Вот точно произойдет то, что вам трудно было представить. И мы думаем и спрашиваем, Господи, а как будет моя вера завтра? Если, может быть, за 24 часа или меньше изменится жизнь в Америке, в нашем городе, какой будет моя вера? Давайте мы с вами закончим эту прекрасную иллюстрацию. Господь и Симон. Евангелие от Луки, 22 глава, прошу вас, проследите. И сказал Господь, Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы вас сеять, как пшеницу. Вот интересные слова, друзья. А я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера. И ты, некогда обратившись, утверди твоих братьев. Петр отвечал ему, Господи, с тобой я готов в темницу, на смерть идти. Но Христос сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Вот, друзья, представьте себя апостола Петра. То есть на данный момент он точно уверен. Он уверен в себе, что никогда от Иисуса не отойдет. И он заявляет, ну, от всего сердца, от всего чистого, доброго сердца. Он говорит Господу, Господи, вот как все остальные, я пойду с тобой и в тюрьму, и на смерть, если потребуется. Друзья, Христос видел в жизни этого человека. И он знал, что произойдет совсем обратно. И посмотрите, что делает Господь. А Господь заранее рассказывает Петру несколько вещей. Рассказывает, друзья, чтобы подготовить Петра. Рассказывает, чтобы подготовить Петра к испытанию, которого Петр не ожидал. То есть Петр не ожидал, что у него в жизни произойдет то, что произошло именно отречение. И это показывает нам, друзья, что вот все-таки, даже если Сатана, да, смотрите, Господь говорит, попросил. Могущественный, конечно, да, друзья, опасный. Но все, что может сделать Сатана, друзья, он может только попросить Господа. Интересный образ, да, вот сеять вас, как пшеницу, то есть просеивание пшеницы. Странная метафора в данном контексте, друзья. Знаете почему? Потому что она говорит о сильном встряхивании. Но вот такое встряхивание, которое призвано сделать хорошую, добрую, правильную, полезную работу. То есть после встряхивания ценное зерно будет отделено от шелухи и бесполезных вещей. И именно это, друзья, должно было произойти с Петром. Глубокое потрясение. Господь знал, что с Петром произойдет глубокое потрясение. Иисус предсказал, что Петр не только не будет стоять рядом со Христом, но он трижды от него отречется. И Лука описывает, что происходит после этого, друзья. Ну, я думаю, историю мы с вами знаем. Да, действительно, он трижды, то есть с каждым разом у него появляется еще одна возможность встать на сторону истины. Он не может Петру. И трижды он отрекается от Господа. И мы читаем. Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь, и тот час, когда еще говорил, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, он горько заплакал. И Петр скрывается вот в этой тревожной ночи, под тревожным покровом ночи. Но, как мы с вами знаем, да, друзья, что тьма не поглотила его до конца. И связь между им и Господом была сохранена. И вот представьте себе Петра, да? А ведь он слушал внимательно, наверное, Господа, да? То есть Христос ему сказал, да? Сотна просил вас сеять, как пшеницу. И Христос ему сказал, что ты отречешься. Но ведь Господь сказал и другое. Господь сказал, что ты обратишься. Христос сказал, когда ты покаешься, утверди твоих братьев. Вот представьте себя на месте Петра. То есть слово Господа было истинным, что я отрекусь. А как быть с тем, что он сказал, что я вернусь? Друзья, я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. Давайте, друзья, обратим внимание, что Господь не молился о том, что у Петра был смелым человеком. Господь не молился о том, чтобы у Петра было достаточно нервов там выдержать. Господь молился именно о вере Петра, чтобы не скудела. Не скудела, наверное, я думаю, может, как-то по-другому понять. Знаете, чтобы не прекратилась вера твоя. То есть очень хотелось, чтобы вера твоя не прекратилась. Я думаю, это замечательная молитва, друзья. Молиться друг о друге. Молиться о людях, которые переходят в какие-то жизненные испытания. Друзья, молиться о том, чтобы не скудела вера в человек. Потому что все остальное может подвести, да, друзья. Но вот вера, вера, чтобы не скудела, чтобы не прекратилась вера в человек. И мы с вами действительно читаем, что Петр обратился. То есть он вернулся ко Христу. И больше того, мы с вами читаем, что он утвердил братьев своих. Помните, в книге «Деяния апостолов» сколько раз он проповедовал, сколько раз люди обращались к Господу. Он проповедовал израильскому народу, он утверждал братьев своих. И, между прочим, в одной из проповедей, знаете, он сам пережил опыт отречения. И он говорит, что Бог Авраама, Бог Исаака, Якова, Бог отцов наших послал своего сына Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись. Он говорит, и вы отреклись от святого, ну, как когда-то я отрекся. Хорошо, друзья, то есть мы с вами должны отметить, что Господь молился о вере Петра. Есть еще одна молитва, друзья, замечательная молитва Господа. Я думаю, вот Священное Писание, но всегда достойно того, чтобы вы прочитали, друзья. Прошу вас проследить, это 17 глава Евангелия Теана, с 11 стиха. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святой. Сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я сохранил их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал. Я сохранил, никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твое, и Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинно. И о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Друзья, ну, между прочим, Вы, скорее всего, один из тех, за кого молился Господь. И я, скорее всего, не скорее всего, но точно один из тех, за кого молился Господь. То есть мы с Вами пели, да, Иисус, а вот эта песня сейчас вышла из головы. То есть, друзья, вот это вот замечательное послание, оно подкрепляется вот этой вот историей Милхиседека. И этим мы с Вами закончим еще раз, друзья, братья и сестры. История вот Авраама и Милхиседека. То есть Милхиседек появился в очень нужный момент вот именно для Авраама. И появился, знаете, внезапно. И мы можем предполагать, что именно вот благодаря встрече с Милхиседеком Авраам осмелился, то есть у него была смелость, друзья, и мудрость, огромная мудрость, друзья, принять решение отказаться от богатства. Ну, друзья, мы все с Вами знаем, насколько заманчивым может быть богатство, потому что мы живем в Америке. Очень многое здесь основано именно на деньгах и на богатстве. Пусть Бог благословит нас, друзья, помнит в том, что по отношению к нам у нас есть служение нашего Спасителя Иисуса Христа. Это наш ходатай, который может прийти в любое время, на любых перекрестках нашей с Вами жизни. И Он готов и, написано, может спасать приходящих через Него в Бог. Да благословит нас Господь вот с этой верой, с этой уверенностью. Аминь. Я приглашаю Вас к молитве. К Его желанию помолиться, пожалуйста, помолитесь.